Давайте мы подождем, когда американцы стратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них ЦАП-ЦАРАП. Посмотрим, мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Метод ЦАП-ЦАРАП для путинского режима оставался основным на протяжении всей каденции диктатора. И в целом до полномасштабной войны механизм исправно работал, позволяя российским технологиям в разных отраслях оставаться на плаву. После введения санкций на первый план вышла другая схема – громко заявлять о развитии собственных разработок и независимости от Запада. Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими. Заявление – единственное, что в России пока делается успешно. Мы подготовили прорывной план развития особой экономической зоны Алабуга. Сегодня это особая экономическая зона номер один в Европе. Обучаться в свободной экономической зоне Алабуга пожелали сотни студентов. Все они должны были стать высококлассными инженерами, чтобы в последующем наращивать экономические мощности Татарстана и России в целом. Воспитывать будущих Илонов Маска в российского разлива – такой была цель обустройства пространства, воплощающего идею российского развития. В реальности все обернулось совсем иначе, отмечают эксперты. Открытие главного офиса Алабуги включало установку позолоченной фигуры Сталина. А несколькими годами позже, уже во время полномасштабной войны, развязанной Россией, стало ясно. На площади в 40 тысяч квадратных метров студенты собирают совсем не аналоги Теслы. Они трудятся над иранскими шахедами для атак по Украине. И занимаются этим дети от 15 до 17 лет. Так и получается. Хотели сделать русскую кремниевую долину, а итог – маленький качок Северной Кореи. А ведь как все хорошо начиналось. Громкие заявления Владимира Путина касались и построения собственной независимой авиаотрасли. Будем ли летать, Владимир Владимирович, ей на чем? Будем, будем. Конечно, будем. Будет на чем летать пассажирам. По словам экспертов, речь идет даже не о массовых авиапроисшествиях. Их число, кстати, утроилось за прошедший год. Отсутствие деталей, качественного обслуживания лайнеров и международных лицензий. Лишь верхушка айсберга по сравнению с невыполнимыми обещаниями сформировать свой воздушный флот. Официальная публичная презентация первого в Новой России гражданского самолета «Сухой Суперджет-100». Главная гордость Кремля, любимец Владимира Путина, толком не летающий «Сухой Суперджет-100». Выпускать его решили более 20 лет назад для гражданских перелетов и продажи в другие страны. Продать попытались, но покупатели вернули разработку обратно. Так называемый «отечественный сухой» на 70% состоит из иностранных деталей – французских, американских, итальянских. Я уже 12 лет слышу про этот успех, когда он первый раз полетел. Ну, вначале нам говорили, не критикуйте самолет, у него еще детские болезни, он должен пережить. Ну вот уже ребенок вырос, а все никак детские болезни не избавятся от детских болезней. Какой-то ребенок недоразвитый получился. Сложности гораздо серьезнее в российском автопроме. Их признает и сам диктатор. Виноват, конечно, Запад. Самое большое падение производства у нас, к сожалению, состоялось в автомобильной промышленности. Работать в России продолжают шесть заводов. Останавливал конвейер даже АвтоВАЗ. Автомобили в стране сейчас преимущественно китайские. Крепление подрамника кузова. Ржавеет просто. С другой стороны, тоже какая-то коррозия выползла. Идет такое размывание, скажем так, автомобильного рынка на никому неизвестные бренды, обслуживать которые просто банально пока что еще никто не имеет и не имеет складских запасов по запчастям. По мнению экспертов, хоть китайская продукция и относительно дешевая, проблема в том, что обновление моделей Пекин производит очень быстро, а на старые редко выпускает детали. Таким образом, у покупателя в гараже оказывается буквально неисправная консервная банка.